Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, какая красавица, да? Лера, в кадр выходит. Да что идти в кадр? Вы такие красивые, я вас буду снимать. Вы у меня герои фильма. Давай, все, хватит. Давай, Лера, пошли с тобой. Снигу! Снигу. Утро полиграцовался. Край, надо отменить. Простой. Снигу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 20 тонн, это фантастические бурильвехы, это все невозможно сделать, я думаю, ручной работы и технологии тогда, я не думаю, что были какие-то усовершенствованные, то есть люди это делали, но это же смешно сказать. Поэтому посещение Питера это одно из образовательных образовательных мероприятий, когда ты попадаешь в уникальную информационную структуру, где вот эта матрица, она с тобой начинает разговаривать. И я проснулась сегодня утром от ощущения того, что лошади цокают своими копытами, своими подковами рядом с нашим домом. Мы живем в самом центре, на Комендантском проспекте, ну, Адмиралтейский у нас район, и мы живем, апартаменты мы сняли на Комендантском 18, и там наш дом похож на дом-колодец, потом еще вам запишу отдельно видео про этот дом, потому что в этом доме находится старинная библиотека, Измайловская библиотека этого района, я сегодня туда постараюсь успеть зайти и запишу вам тоже об этом сюжет. От старого центра. Ну, вообще все другое, ты что, это другой город. Это как будто бы, да, другой город, да? Угу. Новый Питер называется, да? Тут и ощущения другие, дышится по-другому, все по-другому. Угу, классно. Старый город, это сказка. Старый город, он музей, город-музей. Город-музей, каждого можно разглядывать. Особенно вот когда мы подошли вчера к этим старинным, которые вот, площадь-то дворцовая вот эта вот, да, это просто тут все, конечно. Рерих, художник наш. Да ты что, это и сын его построил, или сам Николай Рерих? Нет, сам он. О, как интересно, Питерский храм никогда не булавливает. Приехать в метро, вот здесь спортивная, старая деревня, и семь минут пешком до него пройти, на Санушкино улице, я тебе напишу. Он открыт, в нем можно зайти, внизу у него в подвале столовая даже есть, можно там что-то купить, поесть. Есть и вегетарианская пища, есть и вегетарианская, короче. Ясно, в общем, экскурс сегодня нам проводит Евгения. Прошлый раз у нас был узбекский экскурсовод-таксист. А я его тоже, чтобы что-то знал. А он знаешь, как много знал, он тоже нам экскурсию провез, он у нас такая писательница. А это питерские дачи, да, здесь такой? А, загородные дома, это не дачи, да? Здесь живут люди, которые могут себе это позволить, да? И даже финансово обеспеченные. Потому что слово богатые, я другое смысл несу. Ну да, и финансово имеет возможность на такие дома. Прекрасно финансово обеспеченные. Но они не всегда духовно богатые. Ну это понятно. Они просто богатые. Мы сейчас имели в виду, что они себе по бюджету могут это позволить. Тут два подъезда к этому чудо-берегу. Вот этот один. Ух ты! Сейчас вы выйдете, и нормально он фоткин со стороны. Получается, как будто леса сделает. Красотища, да? Видно вот тут вот этот центр. Здесь как будто в лесу. Малина растет. Ух ты! Через месяц ягодки уже будут красненькие. Дикая, дикая малина. Ага. И далее? Да всякое, белоголовник. О, вон Иван-чай. Иван-чай. Ты тут его собираешь? Нет, я не тут. Я езжу где-то час от города. Ух ты, как классно. Смотрите, вон там. Вот вид тоже интересный. Лах-центр, да? У нее кукурузина сейчас. Кукурузина. И дальше идет у нас эти... Иван-чай. Слушай, ну отсюда прям вид такой классный. А ты очки трещат, как будто вы в поле идете. Ой, запах. У меня будут уникальные фоточки, уникальные видео. Может, я вас и привезла туда что-нибудь? Куда никакой экскурсовод не знает дороги, так сказать. Отлично. Супер. Спасибо. Женя. Ребята, красная девчата. Красная уже ягода дикая. Малинка точно. Ну, можете кушать. Ну, тут ноги можно поцарапать. Тут прям сплотливаются. Тут змеи водятся? Слушай, я думаю, отсюда змеи не дополгают. Не доплывают. Да, мы сколько шастали. У меня такой мысль, что песок. Лисчик нет. Ой, какой воздух. Здесь комарова. Там, видите, там лес. Да, ну комарова-то, да. Причем там их много бывает. Смотрите, какой песок. Ух ты. Здесь можно. Можно вообще ботинки снять. Да. Смотри, какое дерево валяется. А вон он этот мост, смотри. Ой, тут, наверное, еще даже и купаются. Внутри купаются, прозрачная вода будет. Ну да, прозрачная. Смотри, какая водичка. И вот видна и кукурузина, и мост. И вот она, Балтика. Здорово как. Прямо вот вода шикарная. Видите? Вот чайки летят. Кукурузина торчит. Ой, как здорово. Соня, классно? Ну, мы бы сейчас прям занырнули, если бы у нас были купальнички. А, там Васильевский остров, да, нахуй? Да. Ага. Я поняла, это по типу Эмиратов. Конечно. Приехали на море, шли в храм 6 Петра. Построенный он еще при Петре Первом. Очень красивое деревянное такое здание. Смотрите, девочки, гамак. Здесь вот находится памятный настоятель храма Георгий Артемьев. Смотри, здесь видит его место почитания. Гамачок. Птички поют. Очень такая приятная. Здесь колодец. Да? Ну, наверное, не будет здесь. Ну, наверное. Здесь такая замечательная полянка, домик. Сосны. Вот хочу поснимать такой красивый храмовый комплекс. Вот колоколинка. Яблоки раскрутил. Да, смотри, какая яблонька. Попробуй, они вяжущие, скорее всего. Ну, попробуй. И вот здесь вот у нас. Сейчас мы подойдем к этому красивому храму. Благодаря тому, что приехали с сестрой сюда, можем позволить себе зайти в разные храмы. Сейчас пойду зайду. И сделаю. Ставлю там. Вот тоже свечку можно поставить. Смотри, какой красивый. Вот здесь вот эти старинные тоже иконы. Снимаем вот эти красивые. Видишь, какая старинная тоже гумба. Это храмы очень старинные иконы. Еще построили во времена Петра Первые. Видишь, какой красивый храм. Спасибо. С такой красоткой. Это храм. Вот здесь у нас опять берег Финского залива. А вот здесь храм. Вход под павлинами. Добро пожаловать. А, вот здесь вход. Да, это храм. А, вот он, вход под павлинами. Видите? Это храм, посвященный Кришне. Богу Кришне. Ну-ка, мы его сейчас посетим. Очень интересно. Видите, какая Индия. Посмотрите, как вот здесь фотографироваться красиво. Девочки, вот на вот этой штуке. Я пойду зайду. Ой, вот здесь красиво так фотографироваться. О, да. Финский залив. А это клен. Здесь происходит песнопение. На втором этаже поют мантры. Вход свободный. Женя, моя сестра. И вот этот дельта-планчик летает. Вот так Питер нам открылся с такой прекрасной стороны. Белые лотосы. Чистоты. И, конечно же, Ганеша. Ганеша. Это же символ Ганеш. Музыка. 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 Вот это план, как летал. Красиво. Обитель покоя, умиротворения. Очень красиво, конечно. Питер фантастически прекрасен во всех своих ипостасях. Ну и, конечно, возможность быть на море и даже купаться вполне себе присутствует. На Финском заливе люди плавают тоже и загорают. Смотрят на соседствующие здания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Торзок Следующее Номинитальное очередение он в Калифинске На Форшке Это будет Субтитры создавал DimaTorzok Как же он здесь Форшко-храм Он действующий Храм-густуй Есть вот эти вот храмовые двери, которые были изначально, на них изображены фантастические красивые цветы, вот эти фантастические огромные цветы. Опять же, по рельефу, колонны. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Делинка 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 Вот так вот всё продолжается, тянется практически до авто улицы, вот по Адмиралу. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. В ступенях ходили императоры. Вот так вот. 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 Зд армией. Мышленные плиты и огромные пири. 60000 Google. Федеральный исследовательский центр сродился в Институте политического строительства Владимира Вавилова. Здесь с 1923 года работал стоящийся геолог Николай Иванович Вавилов. Представили его различные ограбления. Дом храняется государством. И вот мы подошли к набережной реки Фонтанки. И вот опять же те же самые гранитные монументальные глыбы. Памятник Николаю Первому. Конечно, и Татьяне залипает этот вот дом на обожающем Павел Вавилову. Павел Вавилович Института Клининг. Павел Вавилович Института Павел Вавилович Института Вот такая же набережная, очень монументальный камин. К тому уже пришла эта мысль о длительном городе Гранит. Набережная реки Мойки, мы подходим к дому, улица Исаакинская. Поливник Мойки, вчерашний наш замечательный. Ну вот, друзья, так и закончился наш второй день похода по Петербургу. И завтра нас ждет весь день. Пока-пока!